Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня к нам на обзор попала оптическая труба совсем иного уровня, нежели были до этого. Компания Yukon соединила в трубе со стократным увеличением невероятное сочетание массогабаритных и оптических характеристик, рассмотреть которые нам выпала уникальная возможность. Труба поставляется в красивой цветной коробке, ее размеры объясняются длиной трубы, которая составляет 42,5 см. Открыв коробку обнаружим сумку-чехол с самой трубой и штатив-треногу, которая также упакована в плотный и прочный водоотталкивающий чехол. Обо всем этом подробнее дальше. Штатив-тренога имеет алюминиевые ноги и ось регулировки высоты. Несущие детали головы, а также винты тонких движений в пользу бюджетности трубы выполнены из пластика. Сумка-чехол для трубы изготовлена из плотных синтетических материалов снаружи и смягчающих удары и сотрясения внутри. Обратите внимание на то, что трубой можно пользоваться не снимая чехол. Для этого расстегните нижнюю змейку, установите ее на штатив, отстегните переднюю крышку и расстегните змейку окулярной части. Перейдем к самой трубе. Ее корпус выполнен из пластика с покрытием типа софт-тач и не заполнен азотом. Вес трубы составляет 1,5 кг и требует хорошего штатива. В комплект трубы входит также съемная бленда. Все оптические поверхности покрыты многослойным просветлением типа FMC. Диапазон увеличений от 6 до 100 достигается путем применения двух отдельных труб малой и большой кратностей. Переключение рычага на корпусе трубы вызывает поворот зеркала и излом оптической оси в нужное положение. Регулировка кратности и резкости производится двумя кольцами у основания поворотного окуляра. Цифровая шкала укажет на выставленную в данный момент кратность. Верхний ряд для малой трубы, нижний для основной. Изображение малой трубы естественное, хорошего качества, практически на всем диапазоне увеличений от 6 до 25. Главный калибр дает насыщенное и теплое изображение на увеличениях от 25 и до 65 крат. Далее оптическая система начинает вносить падение резкости и светопропускание. Одновременно возрастает хроматизм. Но не стоит забывать об атмосферном внесении искажений, обусловленных температурой и влажностью воздуха. Итак, тестирование показывает, что труба вполне оправдывает соотношение цена-качество. Она будет прекрасным помощником в большинстве задач и станет неплохим стартом для начинающего любителя астрономии. К недостаткам можно отнести хроматизм на максимальных кратностях, небольшой люфт кольца зума и отсутствие удобного наглазника. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.